Мы состоим из огромного количества клеток, говорят, их более ста миллиардов. Эти клетки запрограммированы или настроены на здоровье, прежде всего выживание, на свое собственное выживание и на выживание всего организма. Некоторые из них выбирают короткий путь и пытаются выжить за счет других. Это преступление. Представим себе вора-карманника. Чем он занимается? Все, что вы заработали за месяц, он хочет получить за один день. Но пока его не поймали, он тоже часть общества. Да? Если бы все карманники в стране собрались в одном месте, например, в Дели, тогда сразу же карманы бы у всех опустили, потому что они бы действовали сообща. Вот что называется раком. Раковые клетки есть в теле у каждого. Когда они объединяются и сосредотачиваются в одном месте, тогда возникают большие проблемы. Настолько большие, что они могут угрожать вашей жизни. Каким может быть решение? Можно много всего сказать. Во-первых, преступность процветает, если в системе нет порядка. Да? Преступники будут процветать в обществе, где правоохранительная система не работает. В нашей системе есть защитный механизм. Поддерживаем ли мы его в порядке? Или мы забрасываем его различными стимулирующими и опьяняющими веществами, а потом ожидаем, что наш защитный механизм будет работать? Это невозможно. Нужно понимать, что любые стимулирующие или опьяняющие вещества, которые мы принимаем, так или иначе ослабляют защитный механизм. Люди думают, что защитный механизм направлен только против внешних инфекций. Нет. Защитный механизм также сдерживает внутренних нарушителей. В йоге за этим стоит простая логика. Раковые клетки потребляют примерно в 27-28 раз больше пищи, чем обычные клетки. Если вы увеличите промежутки между приемами пищи, в йоге считается, что в идеале между двумя приемами пищи должно пройти 8-12 часов. Если между приемами пищи пройдет 8 часов, раковые клетки умрут, потому что не смогут выжить без еды. Другие клетки выживут. Поэтому так было установлено. Утром один прием пищи, вечером второй, и никакой еды между ними. И дважды в месяц или раз в месяц один день совершенно без еды. Это простые способы держать все это под контролем. Помимо этого, есть еще много всего. Но самое главное, если ваше тело и ум расслаблены, раковые клетки не выживут. Если ваши умы и тела напряжены, раковые клетки не просто выживут, они будут процветать.